Ух, посмотрите, аж пена полетела. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе Курок Тианапа. Зовут меня Юрий Азаровский. Всем вам привет, Черноморский. В каждый город ваш. Сегодня вы закидали нас тем, что у вас выпал снег. Во многих регионах выкладываю ваши посты в наш телеграм-канал, на который подписывайтесь обязательно. Ссылочка есть внизу в описании, либо в поиске Юрий Азаровский. Вводите и не промахнетесь. Также жду подписку в остальные соцсети ВКонтакте и Андекс.Зен. Сегодня мы с вами поговорим о том, что в Анапе объявляют о новых сносах на набережных. И отправимся именно в тот район, покажу вам эти сооружения. Печально, конечно, что на этапе строительства они тогда не были остановлены, а уже готовы будут сносить. В часах час дня плюс 6 градусов. Ну и вот такая погода за бортом. На деревьях еще у нас листья, хотя уже к концу подходит календарная осень. А вообще у нас сегодня самый холодный день на этой неделе. Прогнозируется, завтра будет потепление в два раза. Но придет и сильный ветер при этом. У нас такой очень жесткий выезд. Минут по 7-8 приходится стоять, а то и больше, чтобы с улицы Мирной выехать туда дальше на Чехово. Из вот этого светофора. Оказалось, зима на вот эти вот спальные районы. Везде у нас очень много машин и пробочки постоянные. В ближайшие дни у нас 24 ноября стоит сильнейший ветер. И то, что вот было в эти дни шторм, покажется детскими игрушками. То, что мы видели в Сочи, придет еще сильнее ветер. Но это прогноз, может быть, он и не сбудется. Дай бог на самом деле. Хоть я и люблю ветер сейчас, но такие ураганные ветра прям не хочется ощущать. По прохожим можно увидеть уже, что шапочки довольно-таки частое явление. А я сегодня почему-то решил кепочку одеть все-таки. Думаю, ну хоть чуть-чуть на лето будем смотреть. А так наши улицы потихонечку, конечно, превращаются в зимние. Но зеленой травой это, наверное, выглядит как-то не совсем по-зимнему. Обратите внимание, что ночью тоже был дождик и все практически везде сухо. Вода уходит, потому что длительное время была засуха у нас. С левой стороны проезжаем, там у нас находится шестая школа. И вот эта тротуарная плиточка, она туда дальше идет, знаменитая 100-метровка в Анапе. Направо сюда идет четвертая школа. Это улица Гребенская. Находимся в районе Южного рынка. Какое красивое сегодня небо у нас на Данапе. А здесь находится знаменитый пятачок. Сейчас не знаю, называют его или нет. Раньше-то в лаконичные автобусы сюда приезжали они. Ну, мы его так в детстве называли. Ну и кругом в Анапе пробки-пробки. Я тут в районе водоканала нашего. Вроде бы зима, так как город разросся, очень много спальных районов. И еще столько же построят, стоит повсеместно в пробочках. С Ленина мы выезжаем на Маяковского и до Ореховой рощи. Узнаете, какие здесь зеленые улочки Анапа. Раньше они везде были такие. Красота ведь. На календаре 21 ноября. И вот паспорт объекта нам говорил о том, что в ноябре 2023-го должны закончить работу по благоустройству Ореховой рощи. Но пока конца края не видно. Будем, конечно, надеяться, что скоро приведут ее в надлежащий вид. И будет, по крайней мере, по проекту еще круче, чем было. Очень-очень ждем этого. К сожалению, до срока указанного в паспорте объекта они явно не успевают. Очень мне нравится частный сектор Анапа, вот на Таманской. Очень красиво смотрится озеленение, юки, зеленые цвета. Так хочется, чтобы еще зима не приходила, продолжалось наше вечное лето. По улице Толстого у нас тоже есть выезд на набережную, точнее подъезд. И там парковочку, как вы видите, очень большую организовали. Так что, если вдруг вы хотите приехать к новой набережной, выбирайте вот это место. Слушайте, какая шикарная погода, практически нет ветра. Я приехал на 40 лет победы к набережной. И здесь хорошая парковочка, а также есть такая детская площадочка. На площадку мы приходили с дочей, мне здесь понравилось на ней. У нас же есть мусорочка, все очень симпатично, с резиновым покрытием. Парковка тоже довольно-таки большая. Поговорим про сносы. С левой стороны мы видим платный туалет и кофейню, которая буквально сегодня появилась в телеграм-канале. Информация о том, что собираются сносить, так как это незаконная постройка. Почему не остановились заранее, непонятно. Хотя, честно, вписалось очень хорошо. Здесь и туалет как бы нужная тема, и кофейня тоже нужная тема. Причем туалет довольно-таки чистый, красивый. Но вот в самой кофейне я, конечно, не был, ни разу не пробовал там кофе, потому что больше всего мне нравится именно в кофейне кофе-лайк. Допустим, если какие-то кофе тут есть рядышком, там коммерция будет в новом построенном здании, либо здесь у нас есть разнообразные кафе. Типа сидеть в туалет, как бы альтернативы я пока здесь еще не видел. Если я где-то пропустил здесь туалет, напишите обязательно в комментариях. И следующее здание – это шатер. То есть признали, что реконструкция у него незаконная, и его должны вроде как тоже снести. Опять будет стройка и все остальное. Более подробно читайте вот у нас в Телеграме. Я информацию публикал, которая у нас появилась в соцсетях. И для меня это на самом деле печальное зрелище, особенно исчезновение туалета. Хотя и кофейня, я тоже думаю, что людям уже многим полюбилась. Потому что здесь набережная, прекрасное место в Анапе. Можно сказать, лучшее место для прогулок романтических. У нас есть и велодорожка, и скамеечки, зелень с поливом уже высаженная. То есть место довольно-таки привлекательное и притягательное. Вроде бы еще не вечер, здесь у нас такая красота. Благодаря тучкам создается, что смотришь, и душа радуется. В общем, я советую вам сюда приезжать, прогуливаться. И в вечернее время здесь особенно красиво. Ну и пишите свое мнение, как вы относитесь к тому, что будут такие вот у нас сносы на набережных. Вот почему-то утесов, которые прямо на скале построены, никто сносить не собирается. Ну, по крайней мере, информации такой нет. Мне честно, это место в Анапе нравится больше, чем наши центральные набережные. Потому что сюда приходишь и гуляешь, как будто действительно город-курорт. И душа радуется, когда такие виды вокруг. Внизу у нас площадка для занятий молодежи. Спорт там не для всех, потому что надо иметь хорошие физические данные. Здесь у нас лучшие кинотеатры. Скамеек, лесенка и вид на море, особенно на закаты. Особенно на те закаты, которые у нас сейчас происходят осенью. Солнышко садится у нас в той стороне. Кстати, многие пишут в комментариях о том, что не может солнце садиться там. Видя летом, когда солнышко садится в той стороне, потому что оно идет большей дугой, собственно, из-за чего попадает и больше света на землю, и лето у нас наступает, то в зимний период времени по малому кругу и садится оно вот там. Приятно видеть, что набережная востребованная. Там гуляет много людей, дышит морским воздухом, но все, так сказать, потеплее одеты. Хотя, честно, я вышел, и вроде бы не так уж и сильно холодно. Температура показывает 8,8 градуса. Я думаю, камера не передаст, но какой невероятный цвет волны, когда она подходит, начинает разрушаться, прям лазурно под этими лучами солнца. Формат 4К, высокая четкость, поэтому если вдруг вы разглядели, пишите. И все знают, что в конце этой набережной перед Утесом есть такая вот лесенка и спуск. Красивая Анапа, а внизу пляж 40 лет Победы. И туда дальше можем разглядеть всю нашу любимую Анапу. Ну, немножко заглянуть, так сказать, в номера лакшери условий. Тут воздается вопрос, почему кому-то можно, а кому-то нельзя. Пишите в комментариях, ребята, как так получается у нас всегда. Иногда выглядывает солнышко, от этого становится еще теплышко. Только что говорил, что люди все в капюшонах, и сам нацепил, потому что стало довольно-таки холодно. Смотришь, прям в глазах счастье. То, что находишься на берегу Черноморском. Как же это прекрасно. Дальше набережная вдоль Утесова идет. Море отсюда не видно, но повесили прям огромные знаки о том, что езда на самокатах здесь запрещена. Она, в принципе, по всей набережной у нас запрещена, кроме вот этих вот мест, там, где есть велодорожка. Кинотеатр, о котором я говорил, откуда видны самые лучшие закаты, чем вот эта парочка и занимается, наблюдают наше невероятное морешко. Раньше здесь можно было пройти в Ореховую рощу, либо через нее. Видео снимал немножко ранее, как раз таки оттуда. Сейчас пока закрыт этот проход, к сожалению. Вернулись мы обратно к кофейне, к этой парковочке. Давайте прогуляемся оттуда дальше по набережной. Посмотрим, как там выглядят все эти места. Я обожаю небо, когда оно нечистое, с облачками. Когда выходит солнышко. Под его лучами реально становится очень тепло и хорошо. Дальше у нас находится кафе Парус, дача, пиццерия Базилик, правостроенный магазин продукты и, конечно же, кофе Лайк, в которой я люблю пить кофеечек. Хотя, по-честному, сейчас пью чаек, а там очень вкусный имбирный. Здесь сделали вроде бы красиво пальмы, так знаете, не по-анабски. Все это смотрится круто. Здесь такое остекление, это красивейшее место на нашей набережной. Теперь это все превратят в руины. Жить, конечно. Будем смотреть на это и грустить. Здесь мы подошли ближе к морю. И открывается невероятно прекрасный вид на всю округу. Вы видели, да, какие там были знаки запрещено на самокатах. А тут бац, на самой набережной у нас парковка с самокатами стоит целая. Кафе Парус. Призывают мелодиями приходить и, как говорится, отдохните у меня. Я когда-то помогал Евгению сдавать квартиру в этом доме. Вид, конечно, там сумасшедшие на море. Зелень еще присутствует, но потихонечку отлетает. Думаю, после того урагана, который к нам придет, она полностью исчезнет. Наши птички подбирают воробушки и голуби. Крошки что-то одно время проходила информация о том, что пропали воробьи. Но вот вам, пожалуйста, они в большом количестве. На полях, вижу, тоже очень много. Какая красота! Посмотрите, впереди какие виды на наши побережья. Просто фантастика! От них аж сердце замирает. Небо голубое, облака. Море лазурное с темными пятнами от этих облаков. И белая пена, подлетающая к берегу. Так и манит. Спустись, говорит, к нам. Здесь на набережной появляется гораздо больше людей. Везде, где сидят люди, там же и птицы, котики наши анапские. В общем, красотища. Мимишные такие отношения. Вот дай мне бог памяти, при ком были высажены вот эти вот сосны. Самое интересное, они прижились. Те, которые высаживались здесь на берегу. Ну, ни одна, по крайней мере, нигде не видел, чтобы начало расти. А здесь, вот за набережной, растут и радуют глаз. Это одно из образцов показательных набережных у нас в Анапе. Здесь и скамейки, и мусорки. Тут, а дальше видим, работают. Там и главные люди на курорте, которые наводят порядок, чистоту. Потому что, когда приезжают отдыхающие, они не видят там мэров или еще кого-то. А вот работу этих людей видно везде и каждый день. Только где-то они не доработали. Сразу все в соцсетях взрываются. Как грязно, как плохо и так далее. Здесь у нас спуск к морю трудящихся. Тоже один из самых красивых, особенно в летнее время. Потому что мы там как в коридоре проходим, непосредственно к морю. И отсюда открываются тоже очень красивые виды. Ну и наши ноги нас несут именно здесь, к спуску к морю. Прогуляемся до Тургеневского спуска. Здесь, правой стороны, есть плавочка. Облюбованная нашими, так сказать, жителями и гостями курорта. Можно посидеть, тоже понаслаждаться видами на море. При этом немножко спрятаться от ветра. С правой стороны у нас мергель. Рисует такие узоры скальные, красивые. И эту лестницу тоже надо сказать спасибо тем людям, кто ее благоустроил. Потому что раньше была она разбитая, сложный спуск был. А сейчас идешь и радуешься, что так вот классно. С освещением причем. Дай Бог, чтобы, как говорится, служило долго. Ну вот, попадаем как раз таки в этот коридор с деревьев. Я думаю, что камера переносит вам все эти эмоции через экраны. Вы видите, насколько это красиво. И все ближе становится шум прибоя. Порой смотришь, как деревья цепляются и выживают, чтобы остаться. А потом приходит человек, вот срубает и говорит, будут другие тут расти, а другие не могут. Потому что это пройденный этап отбора самых сильных там семян и всего остального, чтобы зацепиться за скалы. Поэтому надо беречь обязательно то, что есть. И приумножать, а не уничтожать. И говорить, что потом что-то другое посадим. Ну вот последние ступеньки. И мы спускаемся на этот пляж. Если вы здесь отдыхали, пишите обязательно, друзья. Потому что, возможно, многие даже и не знают о таких местах в Анапе. Это, друзья, я люблю камни. Мне нравятся поэтому там пляжи других побережьев. В Анапе у нас помимо песчаных есть и каменные пляжи. Здесь можно наблюдать вот такую красоту. Фантастика. Как звучит море. Люди здесь сделали ступеньки, чтобы поближе к побережью спуститься. Какая красота. Именно в этих местах мы убирали пляжи, когда был выброс нефти. Спасали наше побережье. Обещались тогда и фенолами. Но все равно благодарен всем людям, которые приходили и оказывали помощь нашему побережью. Невероятно красиво. Морюшко плюс 15. Ты находишься возле него, особенно под солнышком. Сейчас и от лучей солнца идут. Вот такие прям классные, теплые ощущения. И от самого моря, прям вот как из печки, я к нему поближе сел. Прям вот с волной подкатывает воздух. И оно значит прям по лицу бьет, так тепло, хорошо становится. Не зря там сидят люди за этими камнями, отдыхают, дышат морским воздухом. Ведь когда на море есть волны, насыщенность в воздухе гораздо больше. Всех полезных морских солей, веществ и ваши легкие дышат и раскрываются. Здесь у нас стекает огромное количество капель воды со скал. Когда приходят морозы, они замерзают и превращаются в такие причудливые узоры на скалах. Мы обязательно с вами придем при первых заморозках. И водичка потихонечку сочится в море. Ух, посмотрите, аж пена полетела. Как будто снег. Так что для прогулок по нашему побережью берите обувь, которая не промокает. Иначе придется сушить ноги. Здесь у нас протянуто электричество. Раз там, наверное, тоже были какие-то торговые точки. Но, смотрю, в этот раз в этом году поубирали абсолютно все с пляжа. Два и мусора, можно сказать, что и нету там отдельные какие-то вкрапления. Очень приятно гулять по такому побережью. Очень нравится, когда видишь такие лавочки. Любители моря находят доски и приспосабливают их, чтобы сидеть и слушать его. Ну вот мы и видим, что люди собирают мусор, укладывают мешки. Потом уже приезжают на транспорт и забирают. Главное, чтобы не забыли, а то он разлетится по всему пляжу и будет опять нехорошо. Интересно, передаст ли камера, как блестят скалы. Как по ней сочится вода и в лучах солнца. Это прям как будто золото, знаете, каким-то или серебром покрыто. И, конечно же, зеленый мох. Тоже мне очень нравится, как выглядит. Такие камни на берегу говорят о том, что будьте всегда осторожны и аккуратны. Так как обвалы бывают, случаются. Камни падают, могут вас повредить. Вот здесь прям настоящий ручей. И журчит вода. Очень сильно прям таким потоком сверху летит. Какова красота. Остановись и мгновение, ты прекрасна. Как разбиваются волны. А вот этот мол вообще уходит под воду. То есть, регуляют со своим хозяином. Мы дошли, кстати, до Тургеневского подъема. У нас сегодня это будет не спуск. Пирс, этот бунт тот самый. С него летом происходят катания на гидроциклах. Посмотрите, как отсюда это все выглядит. Мы стоим как будто бы в море. Главное, чтобы оно до нас не дошло. Это очень важно. И посмотрите направо. В ту сторону можно дойти до пляжа под маяком. А также добраться к пляжу Малой Бухты, где есть лифты. Находятся две бани в Анапе. Но это мы оставим на следующие разы. Сейчас поднимемся наверх и посмотрим, какая там атмосфера. Особенно, как она изменилась под солнцем. Вот что нас ждет. Несколько лесен вверх. Там, конечно, спускоподъем требует уже косметического ремонта. Его обещали сделать. Но, как видите, разрушенные лесенки от течения времени и соли в море. И тут уже вот-вот обвалятся перила. Так что будьте аккуратны. Тут на проволоку зацепили. Они, как говорится, висят на последнем издыхании. Главное, чтобы никого не придавило. Это очень опасно. Будьте аккуратны. Девочки спустились вниз. Но мы идем наверх. Слушайте, значит, делали его реконструкцию. По крайней мере, стены тут забелили. Было очень много разнообразной рекламы. Сейчас ее нет. Рываки спускаются к морю. Неужели в такую погоду можно что-то тоже ловить? Чем выше поднимаешься, тем красивее, конечно. Вид здесь с балконов. Вот мы вышли на последний из них. И давайте посмотрим всю панораму. Сегодня действительно невероятные цвета. Видите, было все занято тучами. Вроде и не предполагалось, что появится солнце. Но оно явилось и подарило нам очень красивые краски. Надеюсь, что вам в ваших городах тоже заходит то, что я сегодня показываю. Потому что мне прямо от души нравится. Очень красиво смотрится. В ту сторону, как Ирилов, у нас проход на другие пляжи. Вот так вот отсюда выглядят наши скалы. Дальше здесь мостик. И вдоль скалы уже непосредственно подъем на набережную нашего города. И здесь я уже почувствовал опять ветерок. Отдываться здесь одно удовольствие. Также имеется освещение чисто, что не может не радовать. Одним словом, красота. Особенно с зелеными листочками. Совсем не хочется думать о зиме. И передаю привет во все города, где уже снег пошел. Хотя мне присылали фото со снегом. Говорят, смотри, зеленая трава и снег пошел. Говорят, раньше такого у нас не было. Какие у вас аномалии в ваших регионах? Пишите нам об этом. Нам будет интересно. А еще в этом месте мне очень нравится от фактура этих скал. Здесь очень красивые фотографии получались. Пока тут не начали писать, рисовать, других закрашивать. Кто там кофеечек свой оставил. Как выглядит они тут очень красиво. Там встать, сфоткаться. Я и скала. Красота. Бросаем последний взгляд. Отсюда на море. С каждым шагом шумы остановятся. Менее выразительный. И поднимаемся на саму набережную. С левой стороны у нас находится наше старое городское кладбище. Его городили забором. И, в принципе, так все и осталось. Здесь делают эти котодомики. Котей их тут много. Они, наверное, пошли на охоту за добрыми гражданами. Много споров о том, что делать с кладбищем. Говорят, что лучше бы его обустроили. Ну, по факту, пока вот все в таком формате. Обустроили в плане того, чтобы изгородь поменяли на живую. Сделали какие-либо лавочки. Да и все, что мертвых-то боятся. Есть кладбище и есть. А этот забор у нас постоянно валится. Его подкрашивают, ремонтируют. Эти корм для животных. Там много подставочек с водичкой. Здесь вода налита. Тут котодомики. Это, кстати, образец, как могла бы выглядеть. Анапская набережная. Вот такая пластиковая и ржавая. Чугунная, красивая. Но это частное. Городили сосенки. Кс-кс-кс-кс. Привет. Он нас не знает. Лосница. Ну, тебе столько еды принесли. Ты еще ищешь кушать? Сам себе довольный кот. Сам все лащится, криво ладится. Вид, не мешайте. Мне тут очень хорошо. Это улица Тургенева. Здесь есть тоже небольшая у нас парковочка. И очень красивая аллея. Там находится Анапский гидромедцентр. Тут у нас высажены розы. Их уже подстригли, подготовили к зимовке. Но на них еще очень много листьев. Единственное, что бутонов тут не наблюдаю. Ну и сам этот сквер выглядит очень симпатично. Особенно в летний период. Да и сейчас сюда можно прийти, посидеть. Единственное, что меня пугает, что все эти территории, по крайней мере, в старых генпланах, были отданы под застройку многоэтажки. Сейчас, не знаю, если кто-то смотрел это место в новом генплане, напишите, как там сейчас обстоит дело. Посидеть, и здесь появятся дворцы, как в начале нашего повествования. Ну, видите, для кого-то заработок больших денег, а для нас там получилась новая набережная. К сожалению, теперь со сносами. В общем, гулять в Анапе мест просто невероятное количество. Я сегодня потратил около двух часов на прогулочку, но я думаю, что не потратил, а приобрел для вас красивые кадры, для себя больше здоровья. Потому что продышался морским воздухом. Посмотрите на эту котейку, сидит здесь в кустиках и облизывается. Привет! Как у тебя дела? Все хорошо? Да? Ну и хорошо. Тогда мы пойдем. А тут у нас охотник. Мы поймали, смотрите, на голубей. Такие места симпатичные. Здесь у нас появилось дерево. Тоже выглядит очень красиво. Такое же кронированное. Такие я впервые увидел в парке Галицкого в Краснодаре. Зеленая полянка. Цветочки. Смотрите, отцвели уже. Чуть подзавялены над наш холодов. Хотя вроде бы вот и свежие есть. Возможно, еще распустятся. Сквер называется «Честь Аванесова Владимира Николаевича. Заслуженного врача Российской Федерации и почетного гражданина города-курорта Анапы». Здесь такая вот зона для выхода и созерцания на море. Заходит большая туча. Смотрю, что там тоже их становится очень много. И постепенно становится все пасмурнее, пасмурнее. Как нам повезло в прогулку возле моря попасть в подсолнечные лучи. Красота. Голуби ждут, когда же придут люди. С семечками либо хлебушками. А это кто у нас? Ой, какая красота. Что такое красивое и классное. Просто фантастика. Ушел до следующего такого места. Здесь свой кот, свои голуби. У каждого своя территория. Анапа невероятная просто. Вот видите, тот там сидит. Этот здесь на скамеечке. И еще один, два котейка. И улица Трудящихся. Здесь у нас СЭС находится. И как раз таки парковка есть перед ним. Дальше мы уже возвращаемся к тому месту, где спускались к морю. Видите, здесь лох серебристый. Ни одной сосны, которые были высажены с той стороны. Только возрождаются деревья, которые здесь росли до этого. Они здесь тоже создавали тень. Было прекрасно. В общем, друзья, это небольшие новости Ланапы наши. В телерам канале их гораздо больше. Подключайтесь. Тоже делитесь, если вдруг что-то где-то сняли. Ну и буду рад вашей подписке абсолютно везде. Сейчас после прогулочки предлагаю вам чуть-чуть порелаксировать и послушать наше любимое море. Как оно сегодня звучит. Посмотреть на него. И не прощаемся. Увидимся в следующем видеосюжете. С вами был Юрий Озаровский. Всем вам привет, черноморский. До свидания. С вами был Юрий Озаровский. С вами был Юрий Озаровский. С вами был Юрий Озаровский.